знаете ребята смотрю на то окошко она была закрыта чат открыто я не знаю что это значит но честно игра очень непонятно мне очень такая как будто бы найти показывает нам сюжет какой-то определен до типом понятия но мне непонятно то с чего все началось вот это мне непонятно мне непонятно то с чего все началось и еще зачем нам это показывает что это вообще я думаю вас так же ну те кто не смотрел имеют прохождение никакой да и вообще в принципе до вас также ну либо я один такой не значить комментариях непонятно что это вообще о чем эта игра и разные строки показывает сюжет зависит от наших действий это прикольно потянутся атмосферный грамм но пока что молчу понятно мне по именно в принципе по игре про что она не понять и сюжет мне понятно все но по что игра пока что нет может финал нам все покажет саша поудобнее ребят это кушать при этом просмотра вам надевать плядик 5 5 5 5 лады при этом еще раз посмотрим а мы собственно начинаем продолжаем данное приключение очень интересная но непонятная при этом просмотра первое уже в пути она упоминала его и это не думаю ты же знаешь что она взяла с собой генерала и эту мать это ничего не значит генерал должен был вернуться в северные земли что насчет матери говорят что она следующая в очереди на престол она хочет принять участие а еще она всегда сочувствовала алваны и практически вырастил его она спонсировала все его обучение она может стать проблемой что нам делать убедимся что никто из них не узнает что киан жив и примкнул сопротивление откуда не знают госпожа ваше присутствие здесь честь для нас сестра сахья это величественное строение похоже что ваша работа приносит плоды полагаем что так госпожа мы приветствуем вас в меркурии северных землях если вам что-нибудь понадобится дайте мне знать мать я также счастлива видеть вас то что вы обе здесь великая честь вполне престол желает знать как продвигается миссия как жители северных земель справляются с переменами и сколько из них решили принять свет богини мы обсудим это и многое другое а пока мы подготовили ужин для всех вас надеюсь вы ко мне присоединитесь хорошо что ж и я проголодалась еда на этих воздушных кораблях генерал я не ожидал что вы вернетесь так скоро я тоже что это за слухи ходят про океана да что с апостолом мне больно сообщать но алваны погиб во время бунта он был приговорен к смертной казни и взят под стражу до вашего прибытия к сожалению шпионы мятежников проникли в тюрьму они убили его и сожгли его тело богиня проведи его бессмертную душу к первой горе при всем уважении к вам и престолу мать алва не был предателем он предал дело и он позвольте напомните вам сестра что апостол не был лишен своего титула и говорить о нем следует подобающим образом ну ты еще позвольте напомнить что без надлежащего судебного разбирательства и суда 1 из 6 его измена лишь обвинение и ничего больше сосать понятно теперь когда он больше не знали мы можем так и не узнать правды но нашим людям не будут говорить что апостол был предатель от хас пиздел получается мать как говорите он умер командир зарезан во время бунта они сожгли его тело надеюсь после того как он истел кровь мы не могли отбить темницу до следующего утра мне нужно увидеть темницу самому командир и опросить страшников и заключенных разумеется я приготовлю все необходимое для вашего визита не беспокойтесь вам я пойду туда завтра не утруждайте себя уверен вам и без этого есть чем заняться как пожелаете мир как идет работа над машиной инженеры работают днем и ночью чтобы подсоединить трубы мы ожидаем что все будет запущено согласно графика хорошо я привезла последние указание садира архитекторы отправят все оставшиеся поправки воздушным кораблем и когда пророк вернется он проверит машину перед ее запуском разве вы с ним не говорили уже много месяцев нет но он будет здесь когда будет выполнено наше задание только он знает как запустить его и истолковать послание машины конечно пожалуйста не составите ли вы мне обе компанию за ужином уверенно на кухне переживает что еда остынет прежде чем мы сядем генерал командир до завтра сестра мать миледи вам он не отобедаете ли со мной конечно мир еще раз что было в темнице интересным интересно интересно то есть они наврали да получается наврали но четвертым с воспоминаниями опять она она привет ты была там x ульпанакс баррикал мы встречались кто мы 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 раньше встречались встретимся мы сейчас встречаемся винаре обдах сус италь я обдах сус из винаров о привет я зои из людей кто это он будет у лар пала вождь у ларов тех кто остался детей пурпур гор ладно это сон верно был когда-нибудь еще тебе снился об наксус который существовал и который скоро пройдет через завесу навстречу великому забвению печу телепортируешь ты нажми во сне я буду говорить о времени что утекло я времени что еще будет течь но внесно я буду болен мне как пройти ты я был словно каменелое древо посреди реки застыл в этом моменте пока время идет вокруг меня кажется он назвался об наксусом так почему я вижу этот сон ты была нужна а чик оксик наби ажна а чик оксик первый сновидец нуждается в тебе первый сновидец и куда ты как он так быстро туда попал что-то вроде прохода в гору это тоже болен этот умирает люкс камель что это значит это люкс это первый сновидец я не могу сказать мальчик или девочка как твоя сестра как и все кто видел сны и создавал реальность еще один сновидец стоп это было не по-настоящему это был это был всего лишь очередной сон да и еще нечто большее нам нужно было чтобы ты пришла ты пришла ты придешь сюда чтобы помочь люкс все зависит от этого все что было есть и будет если он закончится все закончится во все времена кто-то кто-то другой однажды сказал мне то же самое что это значит это первый сновидец он спит а сон это вселенная когда сон закончится дома ты в шоке что происходит куда ты уходишь и вернись скажи мне что происходит все она в шоке как и мы собственно зои зои ты в порядке да в порядке все хорошо просто странный был сон ты кричала во сне кошмар хочешь об этом поговорить а да кошмар и нет и хочу сколько времени мне пройти а тебе собираться на встречу с доктором я хочу спать но что поделать увидите мою по нему конечно заскочу к тебе когда закончу с делами ладно люблю тебя и я тебя а а спать захотелось нужно ли мне в туалет не не нужно что-то так пойдешь ну и и и и и и и и я и я иду к своему доктору насколько мне известно ока не имеет права меня допрашивать пока меня не арестуют у них нет права спрашивать эту информацию но если я буду сопротивляться они могут внести меня в список наблюдения или хуже доктор роман зеленко его офис в башне сишадре вы задаете мне вопрос у меня есть страстная жила я иду в башню самое вас было при так шо где черт 100 это просто разговаривает лишь собой твор ты пройти будьте осторожны оставайтесь в помещении подключитесь к тренеру со своего рабочего места понятно другой до вход происходит все больше и больше этих беспорядочных арестов они всерьез взялись за протестующих так вот блин они добежат Продолжение следует... 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 Нет, нет, я просто... Я думаю, что тебя сдерживает твой страх перед воспоминаниями. Я не боюсь моих воспоминаний. Я просто хочу двигаться дальше. Ну, я боюсь, что твой отказ обращать внимание на потерю памяти не позволит тебе действительно проснуться. Проснуться? Я не сплю? О чем вы говорите? Подождите, простите, мне звонят. Тебе нужно ответить? Это просто Барути. Менеджер моей компании. Уверена, это подождет. Простите, так о чем мы? Что вы имели в виду, говоря проснуться? Ты хорошо спишь? Нет, не совсем нет. А почему? Я вижу сны. Часто. Это очень яркие сны. Осознанные. Совсем не похожи на обычные сны. А ты помнишь эти сны? Я не помню подробностей. Разве ты не сказала, что это были яркие сны? Думаю, да, но... Но я не помню конкретных подробностей. Только фрагменты. И они пропадают, как только я просыпаюсь. Сны никогда не бывают просто с нами. Они могут быть отражениями наших самых сильных страхов и потаённых желаний. Они могут подсказать нам, кто мы есть. Они могут встряхнуть воспоминания. Ну, оставим это на потом. Время истекло. Сегодня был ещё один шаг вперёд, Зои. Независимо от того, что ты помнишь или нет. Я хочу, чтобы ты подумала над моими словами. Про работу над памятью. Про то, чтобы вспомнить. Знаешь, тебе правда следует записывать свои сны. Это поможет тебе вспомнить. Мне пора выдвигаться. Оставить вас с вашими записями. Всегда делаю записи. Такой вот я. Увидимся позже, Зои. На том же месте, в тот же час. Будьте уверены. Мы договорились, что вы не будете появляться в моём офисе. Мне это не нравится. Кстати, она только что ушла. Вы, наверное, прошли мимо неё на выходе. Она могла вас увидеть. Я призрак, доктор Зеленко. Люди не видят меня, пока я не позволю. Что вы узнали? Она говорит, что хочет забыть. Я думаю, она честна. Но это тяготит её. Как хорошо, что я скрыл. Она не сможет это так оставить. Это значит, что это, наверное, случится. Она вспомнит. Со временем. Вы знаете, что делать. Вы дали это понять. Что ещё вы хотите сказать? Он похож. Он похож на короля того, да? Она плохо спит. Из-за своих слов. Я вот этот челик, который бы написал. И трассы, я упомнился этого мужика. О чём они уже не говорила. У меня такое чувство, что она не до конца откровенна. Она врёт. Точнее, опускает правду. Мы платим вам немалые деньги, чтобы у мисс Кастильо не оставалось секретов. Я надавлю. В следующий раз. Опа-на. С вашей профессиональной точки зрения. Петушок и киска, да? Не думаю. Петушок и киска. Суждаем. Это всё. Спасибо. А ты был в петушарь. И ещё надо заниматься. Петухи и киски, блядь. Без нас у вас ничего не было. Вы же не хотите всего этого выреживать. Всего шутки. Всего. Всего. Пока она не всорочи. Понятно, человек нас предал, да? А если этого никогда не случится? Тогда мы проведём ликвидацию. Приятного дня. Понятно. Нельзя ему доверять, Крач. Как хорошо, что от неё вскрыл. Я только что нанёс доктору визит. Он сказал, что она не хочет вспоминать. Но ещё он заявляет, что ей этого не избежать. Воспоминания сами всплывут. Да, Зеленка полагает, что она вспомнит со временем. Мы узнали кое-что ещё. Она видит яркие сны. Вы говорили, что так будет. Она ничего не сказала доктору о своих снах. Возможно, она ему не доверяет. И больше не доверила. Если дело в этом, то он исчерпал свою полезность. Поверять теперь никому не буду доверять. Я свяжусь с вами, если узнаю что-нибудь ещё. У меня повсюду есть чуши. Как только она вспомнит, мы узнаем. Конечно, понятно. Нельзя никому доверять. А я думал, нормально. Я думал, ну просто психолог, чё бы нет. А он работает. Понятно. Всё с ним понятно. Петуша, он орёл. Да. Сожидаем. Ну, короче, понятно. Всё с ним понятно. Нахуй, это сказал, что он. Нахуй, это говорю. Не знаю, просто так. Что просто шутить, чтобы размешать всех. Понятно. Да, уж понятненько. Прости, я была у моего терапевта, когда ты звонил. Эй, Сисе, не волнуйся. Мы можем встретиться. Я сегодня не работаю, так что, конечно. Мне зайти в офис компании? Давай встретимся в другом месте. Я у реки, рядом с мемориальным фонтаном на пристависте. Эээ, да? Конечно. Когда? Сейчас? Когда сможешь? Я буду здесь. Хорошо, скоро увидимся. Давай мы с тобой на этом закончим. Такое получилось. Короче, мы поняли, что никому нельзя доверять. Это для меня был чуть-чуть шок. Что вот так вот с нами терапевт поступил. Такое получилось. Спасибо за просмотр. Все вклады подписаны на канал. Тем несложно, мне приятно. Это ваша поддержка. Мне спасибо за ранее, кто это сделал. Телеграм-канал на ваших экранах. Это просто удаление о видео, когда выходит. Инсайды, наверное, боевают. Удаление, чтобы вы первыми или одним из первых узнавали, когда вышло видео. Подписывайтесь. Мне тоже будет приятно. Спасибо за ранее, кто это сделал. В принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Поджигим возможным играм. Или по этой же. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok.